Разбитый асфальт и сломанная скамейка. Так еще совсем недавно выглядела остановка трамвая на пересечении улицы Лазарева и Высокого переука. Правозащитник Егор Прокопчук после обращения местных жителей в Центр защиты одесситов побывал на месте и убедился, что благоустроенной эту территорию не назовешь. Пообщался он и с одесситами. Татьяна ездит на трамвае почти каждый день. Выходить приходится здесь. Очень тяжело с трамвайной остановки выйти на дорожку, потому что очень высокая бордюра. Сама с трамвая высоко сойти, да еще и в яму прыгаешь. Особенно когда дождь или снег, гололед, вообще практически не пройдешь. Огорчала одесситов и сломанная скамейка. Ждать трамвай иногда приходится по полчаса, а стоять пожилым людям тяжело. Мы уже постоянно ходим в лужи, дымой в снег, никого нету, ни человека, ничего нет. Не было здесь и пешеходных переходов. Людмила каждый день отводит своего ребенка в школу. Говорит, отпускать его одного опасно. Постоянно дорогу приходится перебегать, рискуя жизнью. Машины проносятся, не обращая внимания на переходящих дорогу людей. С удовольствием. Мы все за пешеходный переход. Конечно, очень надо, очень надо, потому что дети идут в школу. Мы переходим часто, очень часто переходим улицу. Однако не нанести разметку, не благоустроить саму остановку коммунальные предприятия не спешили. Десятки заявлений одесситов терялись в канцеляриях. А редкие ответы не радовали. Денег нет и не будет. Обращались неоднократно. Молдаванку вообще запустили, будем говорить так открыто. И у нас часто здесь, можно сказать, не часто, еженедельно здесь аварии происходят. Школа рядом, дети школы. Дети, школа. Переходов нет, указателей нет. Ну, хотелось бы, чтобы Молдаванка немножко процветала. Все-таки центр города. К этому процветанию стремится и центр защиты одесситов. Вооружившись десятком заявлений от местных жителей, известный в Одессе правозащитник Егор Прокопчук отправился к председателю Малиновской райадминистрации Евгению Амельчуку. В ходе беседы пришли к единому мнению. У нас уже более десяти обращений жителей улицы Лазарева. Там на перекрестке Лазарева переулок высокий, там две остановки трамвая, и там нет пешеходного перехода, и полностью разрушена одна из двух остановок трамвая. Я думаю, надо что-то с этим делать. Проблема поднятая вами, она действительно актуальна для этой территории, и районная администрация всячески старается каким-либо образом решить эти вопросы, помочь жителям. К сожалению, не все у нас получается, не все в наших силах, не все в наших полномочиях, но если вы готовы помогать нам и жителям, и также и жителям готовы участвовать совместно с нами в устройстве своих прилегающих территорий, проезжих частей, которые находятся рядом с их домами, то мы только за, и будем всячески приветствовать такие совместные инициативы. С совместными усилиями мы все-таки эту проблему победим, и наконец-то люди перестанут там ломать обувь и коляски. Уже через несколько дней остановка на улице Лазарева была благоустроена. Положен асфальт и установлена новая скамейка. Добился Центр защиты одесситов и нанесения дорожной разметки. Тут же были установлены и предупреждающие знаки. Теперь, переходя дорогу, одесситы могут не опасаться за свою жизнь. Все это стало возможным благодаря Центру защиты одесситов и его руководителю Егору Прокопчуку. Мне очень нравится, что помогает людям безвозмездно. И мне очень нравится. Я очень рада, что есть такая даже организация. Центр защиты – это лицо Егора Прокопчука. Вот замечательный молодой человек, который старается все сделать. Надеемся, что это наша защита, что это наша гордость, что это наша совесть. При вмешательстве Центра защиты одесситов решаются даже, казалось бы, такие неподъемные вопросы, как реконструкция остановочного комплекса и нанесение пешеходных переходов, что в очередной раз доказывает, что совместными усилиями мы способны улучшить наш с вами город. Разбитые балконы, проломленные крыши и страх остаться без жилья. Именно с такими проблемами вынуждены сталкиваться жители Молдаванки каждый день. Казалось бы, что может быть плохого в растущем возле дома дереве? Однако, если не проводить санитарную подрезку вовремя, то оно становится настоящей угрозой не только для имущества, но и для жизни. Выполнять такую подрезку после заявлений жителей обязаны сотрудники ЖКСа или горзилинтрест по заявке ЖКСа. Однако, зачастую этого не происходит. Очень часто, не дожидаясь реакции коммунальщиков, одесситы в частном порядке нанимают специалистов и удаляют аварийные деревья. Но это стоит очень дорого. К тому же незаконно. Команда Центра защиты одесситов решила помочь жителям Молдаванки повлиять на коммунальщиков и организовать снос целого ряда аварийных деревьев. Садиковская, 35. Здесь огромный аварийный тополь годами держал в страхе весь дом. Ведь из-за его прогнившего основания дерево могло в любой момент рухнуть и вызвать серьезные последствия. Видно, что оно гнилое внутри. Это ужас. И в любой момент может рухнуть и просто погибнут люди. Порыв ветра его нет. Вот целый ветер поднялся, а если будет обледенение? Просто пустое внутри. Будет обледенение. И будет кошмар. Кошмар будет. Но у нас коммунальщики пока кого-то, знаете, не зашибет, они же не шевелятся. Абсолютно верно. На самом деле ЖЭК действительно сам не может, он должен оплатить эти услуги, а срезать должен Горзелин Треск. Из-за того, что это большая сумма, ЖЭК старается всячески избежать этих работ. Поэтому давайте, если вы с 2013 года уже подавались по этому поводу, у вас есть решение, что оно должно быть срезано. Сейчас мы подъедем в ЖКС. Жители не один год обращались к коммунальщикам с требованием спилить дерево. Однако по-настоящему обратить внимание на их проблему удалось только после посещения правозащитником Алексея Масауленко, директора ЖКС Портофранковский Виктора Страшного. После этого визита реакция последовала мгновенно. В течение нескольких дней дерево полностью спилили. Мы ходили годами, просили заявления, ходили по всем инстанциям, буквально умоляли. Как приходишь и милость у них буквально просишь. А это можно было сделать буквально за пару дней. Сделано. Теперь и людям хорошо, и нервы сохранены. Сразу два аварийных дерева, с носа которых удалось добиться команде Центра защиты одесситов, находились во дворе 37-го дома по улице Раскидайловской. Дерево стоит уже под таким углом, что может рухнуть в любой момент. И погибнут люди. Будут ли за это отвечать коммунальщики? Скорее всего нет, как обычно. Вот это дерево, которое разрушает мою квартиру. Буквально там в прихожей. Мы уже делали ремонт. Падают постоянно ветки с дерева. Тут я наклонено. Я думаю, оно в ближайшее время может даже упасть. Тут постоянно бегают дети, ну и люди, конечно. Поэтому мы боимся за жизнь наших жильцов во дворе. На руках у жителей даже были ответы на заявление о том, что на снос дерева есть разрешение. И снова заставить коммунальщиков вспомнить о своих обязанностях удалось только после визита правозащитника Алексея Асауленко к директору Портофранковского. Разрешение есть на аварийное дерево. Мы его сносим. И смотрим там, если и те два опасные, значит сразу будем и два. Если они еще могут постоять, значит мы их немножко чуть попозже. Ну, ездили. Как можно постоять? Конечно, они могут постоять, но их можно и сделать. Просто если бригада работает, хотя бы может чуть-чуть их снять, еще меньше сделать, менее опасность устроить. Будут работать под тем. Завтра? Завтра с утра? Я могу туда приехать, люди работают? Результат нашего похода в ЖКС не заставил себя долго ждать. На следующий день директор Виктор Страшный нашел необходимые средства, чтобы оплатить работу промальпинистам. С помощью специального оборудования меньше чем за полдня было полностью спилено два аварийных дерева. Стояло дерево, которое нам долгое время мешало, и мы куда и только не обращались. Вот была заявка в ЖЭК, обещали до первого числа октября сделать, но так и не получилось. После обращения в Центр защиты Одесситов мы побывали в ЖЭКе, и сегодня утром приехали и все сделали. Спасибо вам большое. За короткий срок нашей команде удалось снести также аварийную акацию Паризовской 38, провести санитарную подрезку Паризовской 8, Серова 33 и по многим другим адресам Молдаванки. Команда Центра защиты Одесситов продолжает бороться с безразличием коммунальщиков к безопасности жителей города, связанной с аварийными деревьями. Проблема больших аварийных деревьев – это проблема Молдаванки. Даже имея ответ от коммунальщиков, что дерево будет срезано, многие люди так и не могут дождаться действий с их стороны. Если у вас есть на руках такой ответ или какое-то дерево несет опасность вам или жителей вашего двора, обращайтесь в Центр защиты Одесситов, будем разбираться, поможем вам в решении этого вопроса. Субтитры создавал DimaTorzok